Чемпионат и первенство Украины по спортивному подводному фотографированию в бассейне. Это очень интересный вид соревнований, который включает в себя фотографирование на заданные темы. Одной из тем является юмор под водой, вторая тема это макросъемка и третья тема это фитнес, то есть здоровый образ жизни, в том числе и под водой. Судейская коллегия будет заседать только сегодня вечером и она состоит из опытных профессиональных фотографов и в том числе профессиональных подводных фотографов. Критерии каковы? Во-первых, раскрытие темы, во-вторых, техническая передача, то есть это цвет, композиционное решение кадра. Ну это общие критерии, как и для конкурсов с фотографиями. У нас три возрастные категории. Первый это дети, мальчики и девочки до возрождения, до 2005 года. Затем юноши и, наконец, взрослые. Это те участники, возраст которых превышает 18 лет. Сегодня нам дали три темы. Это фитнес, это юмор и макро. Ну, собственно говоря, вот в рамках этих тем я и пыталась придумать кадры. На фитнес я снимала девушку, которая качается в спортзале. На макро я снимала две темы. У меня получились цитрусы подсвеченные. И я снимала еще динозавра, который как будто бы ожил и дышит пламенем. А на юмор я снимала парня, который делает своей девушке предложение, но только вместо кольца там просьба сварить борщ. Главное правило взаимовыручка. И вот я очень рада, что у меня вот такие хорошие ассистенты и модели. Ну, кроме того, конечно, это должна быть хорошая идея, потому что, к сожалению, камеры, техника, на которой, ну, я тоже снимаю, у нас она не самого высокого уровня, а, ну, скажем так, мыльницы. Поэтому здесь очень важен такой вот креатив и хорошая подготовка. Сервис в повседневной жизни хорошо растворяется в воде, я бы сказала так. На самом деле под водой можно взять очень много разных вещей. Это вода дает потрясающую легкость, развивающиеся волосы, плавные движения, пузыри, отражения. Да, вот когда смотришь в лужу, видишь свое отражение. Под водой ты смотришь наверх и видишь вот там все. И вода дает, ну, вот, потрясающую возможность сделать сказку. И вот именно это я очень ценю. Я занимаюсь с сентября 2016 года. Сегодня участвовала в всеукраинском соревновании по фотографированию. У нас была тема макро и юмор. На юмор я снимал домовенка Кузю из мультика. А на макросъемку я снимал яблоко в такой штучке, в кладушке, в форме яблока. То есть яблоко в яблоке. Продолжение следует...